А подачи продолжают грузить вот этого парня, француза Мгапета, а он зарабатывает. А вот и Мгапет выигрывает с подачи. Такая ответочка в Козийского. Мгапет лучше в этой партии, согласишься? Ну, тут пока рано выводы делать, Саша. Ну, вот именно на этом отрезке. Ну, он неплох так. Я, конечно, не стал его пока сейчас особо выделять. Ну, молодец, хорошо сейчас подал. Ну, дай этого сколько наошибался. Из-за него второй сет могли проиграть. Нет, я говорил, вот в этой партии. Ну. И опять, смотрите, какая неразбериха. Бежал Хуан Торено, притормозил, посмотрев на кого-то непонятно зачем. И в итоге не достал этот мяч, а Мгапет вторую подачу на вылет подает подряд. Андрея Барри, опытнейший. На таком уровне пару мячей это более чем достаточно. И сейчас также продолжает рисковать. Мгапет в атаке хорош. Частенько он, да, не справляется на приеме. Да, но вот обратите внимание, игра Мгапета, в любом случае, он хороший, очень волейболист, разнообразный. Но он будет востребован с краю сетки в атаке только вот на таком разорванном. На себя Либера это его работа. Принимать, защищаться. И тут, конечно, уступать диагональному игроку право обработать этот мяч не дело. Смотрите, сейчас как играет Мгапет. Сам принимает, сам в задней линии атакует. Может быть, вот, та недавняя концовка партии позволила им лучшие шансы на попадание в финал. Ян Штокер на подаче, сильно подается. Ну и Николай Львич блестяще. Блестяще пасует одной рукой. Мгапет, пайп, красота. Француз хорош, как и в финале четырех проявил себя достойный. И сейчас смотрите, какое начало. Дважды он уже атакует пайп, дважды успешно. Очень неплохо действует игрок французской национальной сборки. Дважды по пять сетов. Тринтино, в общем, с большей легкостью проследовал в этот раунд. Ну, соперник, в общем, был не такой серьезный, как Модена. Виба Валентино. Там было две победы со счетом 3-0. И Тринтино, в общем, после этого выжидал и сыграл. Ну, на тройном блоке линия обязана быть закрыта. Сейчас Куню оставил ее открытой. Наверное, поэтому защитник не был готов к этому мячу. Хотя мяч был рядом. А вот Мгапет. Пайп у него получается пока лучше всего. 22-21. Глаза Роберто Пьяцца. А здесь опять проблема. Опять Мгапет ошибается. Но, правда, в атаке хорош. Пока вот так он уравновешивает, да? Не самый качественный прием своей атакой. Чаще сбивает, чем ошибается. Горбевич. А вот сейчас Рафаэль, показалось, поторопился. И самая удобная ситуация была для скидывания мяча. Низковато. Такой черпачок получился. Нет, не низковато, а просто Мгапет закрыл. Такая, знаешь, группа игроков высокого класса. Но они еще и много лет в одном составе играют. И это да. Но минус Тарантино в том, что команда уже поигрывала все, что только можно. И, ну, вряд ли, конечно, может наступить какое-то пресыщение победами или пресыщение, там, результатом. Но все-таки мотивация у Куни, мне кажется, в этой паре гораздо выше, чем у соперника. Хотя я вам ошибаюсь, не знаю. 23. Ну, вот этих либалистов я практически не знаю. Ну, Штефа, мы христианский, мы с тобой знаем. Он в Инсбруке играл в Хиппатироле. Участник Лиги Чемпионов. Сын главного тренера. А, все, да-да-да-да. Вспоминаю. Многопед. Все началось с его подачи в этой партии. Этот отрыв создаваться начал именно за счет подачи Нгапета. Ошибка в атаке. И зубы можно выбить, ну, по крайней мере, там же не вылетят они, но расшатаются точно, и нос разбить, и с трясением мозга получить вообще легко. Я знаю российских волейболистов, которые не раз вот так вот неудачно очень, которым пролетало, и не раз получали с трясением мозга. Вроде волейбол бесконтактный, командный вид спорта. Мы сюда пробились. Ну, я вот, мне, например, нравится формат, в котором проходит сейчас Чемпионат России. Вот, действительно нравится. Я считаю, он такой, для нас, для российского Чемпионата приближен к идеальному. Единственное, что я добавил бы, наверное, на первом этапе плей-офф, который сейчас уже прошел, а игра не из трех, все-таки, матчей. Ян Штока. Гапет в атаке сейчас будет. Репутацию свою. Пытаться привести свое эмоциональное состояние в порядок. Гапет то партию выдаст на 5 с плюсом, то на 3 с минусом сыграет. Немир, второй связующий. Кунио выходит для того, чтобы в предыдущем партии не сосудить. Такое преимущество 2 очка, это, конечно, ничто. Это эпизод, не более того. Гапет очень здорово этот сет начинает. Да, уже 6-3. Так, потихонечку, но Кунио не то, чтобы уходит в какой-то отрыв, но игру свою держит. Неплохо выполнял. Что было сейчас? В финале 4-х Лиги Чемпионов в Омске, в финале, который блестящим образом выиграл Новосибирский Локомотив, с чем мы еще раз уже, не знаю, в миллион раз поздравим наших ребят, но такие победы не забываются, и мы не устанем, наверное, поздравлять и повторять о том, что это была действительно великая победа Новосибирского Локомотива. И теперь вот Кунио. А, не знаю.